Улица Калинина, вот здесь вот запомните, часто тоже просят развернуться инспектора на экзамене. Причем команды бывают разные, либо перекресток выберите для разворота, либо выполните разворот вне перекрестка. Найдите место для разворота вне перекрестка. Сами видите, да, как очень все загружено. Поток движения на встречу автомобиля, и справа много машин, да, стоит слева. То есть нужно вот в таких вот условиях выбрать место для разворота. Давайте попробуем развернуться вне перекрестка. Здесь машины стоят у нас, здесь мы не остановимся, не развернемся в любом случае. Здесь нет места, очень мало. Даже в условиях ограниченного пространства мы здесь не развернемся, потому что очень мало места. Проедем перекресток и посмотрим, какая ситуация у нас дальше. Двигаемся в прямом направлении. Вот остановитесь здесь с правой стороны. Видно ни слева, ни справа нет машин. Здесь мы можем развернуться в условиях ограниченного пространства. Ну, например, как вариант. То есть мы останавливаемся, разворачиваемся за три приема вперед-назад-вперед и едем обратно. Если вы понимаете, что вам достаточно места здесь развернуться, то есть никому не создадите помех и так далее, чтобы развернуться в три приема Сомневаетесь в этом, то можете продолжить движение дальше и выбрать любое другое место для разворота вне перекрестка Давайте сейчас проедем дальше и посмотрим, где на данной дороге можно выполнить разворот еще Должны уступить встречке Какие еще варианты для разворота есть? Можно развернуться с помощью прилегающей территории, например, с правой стороны Мы видим заезд какой-то на автосервис, заезд на прилегающую территорию Вспоминайте, да, способ для разворота с помощью прилегающей территории с правой стороны Можно, в принципе, на нее повернуть, на эту площадочку, здесь развернуться, даже с использованием задней передачи и выехать в обратном направлении Но если вы не видите данные площадки, или, например, со двором, да, во дворах нам нельзя осуществлять движение, да, по дворам сквозной проезд запрещен и так далее, учебная езда Во дворы лучше не заезжать, то можно использовать прилегающую территорию заездом назад Останавливайтесь сразу за поворотом Если есть место, конечно, здесь места маловато, но все равно попробуем вот таким вот образом с правым поворотником обязательно Включайте, включайте правый поворотник Выкручиваете руль полностью направо Включаете заднюю передачу И заезжаете задом во двор, при этом смотрите, да, куда вы поедете В окошко посмотрели назад, чтобы ни людей не было, ни машин выезжающих Если кто-то едет, идет, обязательно пропускаем Также не забывайте, что у нас правая часть переднего автомобиля будет уходить на дорогу, да, лучше пропустить всех поедет в опутном направлении в данном случае Посмотрели, сзади никого нету, взглянули еще раз, куда поедете в окошечко И начали движение назад во двор Машина, аккуратней Двигайтесь до нее прям Все, стоп, 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 стоп Дайте ей выехать Ну, продолжайте Ну, достаточно Машина перпендикулярно дороге встала Останавливаемся и уезжаем налево Таким образом использовали прилегающую территорию с правой стороны заездом на нее задним ходом Это актуально для узких дорог, где им трудновато развернуться от края То есть ищите любую прилегающую, выбираете любую прилегающую территорию и таким образом можете развернуться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому